Капсулы сна. Это уже не фантастика, а реальность. Бринчанин Алексей Винокуров погрузился в тему 4 года назад. Цель – создать капсулы, которые делают максимально качественным 20-минутный дневной сон для поддержания продуктивности человека. Все за счет индивидуального воздействия – светового, звукового, температурного и вибротактильного. Основывается оно на сердцебиении, дыхании и других физиологических показателях. Алексей считает, самое время открывать отечественное производство таких капсул. Я думаю, что это более чем реально, начиная сейчас, потому что буквально 3 года назад зародилась целая индустрия сна. Это сонные трекеры, которые ослеживают и мониторят ночной сон. Это различные повязки, очки для улучшения ночного сна. И как следующий этап мы видим развитие именно дневного сна. Алексей стал вторым в треке биомедицины и сельское хозяйство и теперь отправится на конференцию Startup Village. Вместе со староскольцем Романом Мамоновым. Для него это уже третий стартап-тур. В этот раз он вышел в финал, как и еще 8 авторов проектов. Его идея – создание стимуляторов роста сельхозкультур на основе фуллереновых комплексов. Это позволяет сократить использование пестицидов или вовсе от них отказаться. Мы используем фуллерен. Это в качестве носителей активных веществ. Он стужит как носитель. У него присоединяются молекулы пестицидов. И он шикарно их доставляет в растение. Тем самым сокращается дозировка. Специалисты фонда Сколково подвели черту. Количество проектов в Белгороде переросло в качество. Большинство из них – реально перспективные бизнес-идеи. Но при этом есть еще над чем работать. Среди тех проектов, которые очень хорошие, в самом деле, нужно немножко ребятам подготовиться по форме донесения информации того, чего они сделали потенциальному заказчику, потенциальным компаниям, которые могут продать. Следующий этап для победителей призеров – конференция «Стартап Вилладж» пройдет с 31 мая по 1 июня в Москве. Сергей Шрамко и Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на мире Белогория. Капсулы сна – это уже не фантастика, а реальность. Бринчанин Алексей Винокуров погрузился в тему 4 года назад. Цель – создать капсулы, которые делают максимально качественным 20-минутный дневной сон для поддержания продуктивности человека. Все за счет индивидуального воздействия – светового, звукового, температурного и вибротактильного. Основывается оно на сердцебиении, дыхании и других физиологических показателях. Алексей считает – самое время открывать отечественное производство таких капсул. Я думаю, что это более чем реально начинать сейчас, потому что буквально 3 года назад зародилась целая индустрия сна. Это сонные трекеры, которые ослеживают и мониторят ночной сон. Это различные повязки, очки для улучшения ночного сна. И как следующий этап мы видим развитие именно дневного сна. Алексей стал вторым в треке «Биомедицина и сельское хозяйство» и теперь отправится на конференцию «Стартап Вилладж» вместе со староскольцем Романом Мамоновым. Для него это уже третий стартап-тур. В этот раз он вышел в финал, как и еще 8 авторов проектов. Его идея – создание стимуляторов роста сельхозкультур на основе фуллереновых комплексов. Это позволяет сократить использование пестицидов или вовсе от них отказаться. Мы используем фуллерены в качестве носителей активных веществ. Он стужит как носитель. У него присоединяются молекулы пестицидов. И он шикарно их доставляет в растение. Тем самым сокращается дозировка. Специалисты фонда «Сколково» подвели черту. Количество проектов в Белгороде переросло в качество. Большинство из них – реально перспективные бизнес-идеи. Но при этом есть еще над чем работать. Среди тех проектов, которые очень хорошие, в самом деле, нужно немножко ребятам подготовиться по форме донесения информации того, чего они сделали, потенциальному заказчику, потенциальным компаниям, которые могут продать. Следующий этап для победителей призеров – конференция «Стартап Вилладж» пройдет с 31 мая по 1 июня в Москве. Сергей Шрамко и Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на мире Белогория.